Сегодня довольно непростая экономическая и политическая ситуация. На ваш взгляд, насколько сейчас целесообразно создавать и развивать свое дело? И не повышается ли от этого риск быстрее прогореть? И в кризис всегда развиваться легче. Потому что, когда происходит какой-то кризис, кто-то с рынка выпадает или ослабевает, или у него, не знаю, мотивация какая-то может быть падает. И здесь как раз находятся новые моменты. Вот сейчас из-за нашей сложной такой геополитической ситуации, скажем, какие-то санкции у нас там ложили и так далее. Представляете, какой масштаб производства можно развить в стране? Просто-напросто. А мы территориально на самом деле находимся очень удобно. Просто Барнолу не зря столица мира. Если вы посмотрите на карту, и мы найдемся в центре этой карты, мы в центре Сибирского федерального округа. И у нас плюс еще в том, что мы на юге, у нас относительно тепло и хороший климат. У нас рядом Казахстан, у нас рядом Монголия, у нас получается на восток дальний восток, и тут Россия, ну, Россия в смысле центральная, да? И во все стороны у нас логистические направления есть. Когда ты находишь какую-то фишку, которая у тебя начинает расти в кризис, потом ты просто разовьешься. Как пример, допустим, нашей компании. В 2008 году мы там запустили новое направление и просто начали стартовать. Мы были просто без конкурентов 3-4 года вообще. Наш глобальный проект «Чудо-теплица» просто взорвал рынок, потому что мы упаковали теплицу вот в такую коробочку. Да, нас это вообще никто не делал. А самое ценное, что мы даем людям пользу, о чем я говорю. Посмотрите, какая польза людям. Мы даем пользу, то есть благодаря нашим готовым решениям для огорода люди получают богатый экологически чистый урожай. Вот это ценно. Когда у вас продукт качественный, самое главное на это смотреть. То есть никогда не позволяйте себе делать некачественный продукт. Главное воплощать идеи в жизнь. Очень много сейчас у людей проблем в том, что люди начали заниматься самопознанием, самореализацией, самообучением каким-то. Это все классно. Читайте книги. Лекарства от глупости лучше от книги. Но вопрос в том, что когда вы какую-то информацию получили, ее необходимо сразу применять. Поймите, что нет времени вчера и завтра, оно только сейчас. Это все должны понимать. Это вообще, по-моему, все спикеры рассказывают, все успешные люди, если можно так сказать. Никаких секретов просто нет. Есть время сейчас, то есть вы рассматриваете себя всегда на свое дело в рамках одного дня, суток. Вот что вы делаете в сутках? Отчего бы вы предостерегли алтайских предпринимателей? Когда вы живете в государстве, нужно обращать внимание на то, как платить правильно налоги. Какое-то ускользание от налогов не должно быть. Вы просто выбираете оптимальную для себя систему налогообложения. Потому что вот это вот гонять деньги с карты на карту, это не предпринимательство, это жульничество. Предпринимательство, когда предприниматель приносит пользу государству, принося пользу государству, он приносит пользу людям в том числе. Поэтому предостережение, это не предостережение даже, это рекомендации. Обращайте внимание на то, на какой системе налогообложения вам лучше всего работать. Потому что если ваш бизнес не рассчитан с точки зрения системного налогообложения, тогда он у вас просто нерентабельный, вы просто время зря тратите. А в основном-то это может быть даже не предостережение, а напутствие в основном. Действуйте просто сейчас, тут нечего думать. Выбирайте, что вам интересно и действуйте. Попробовали, главное пробовать. Не получилось, следующее взяли, не получилось. И нужно становиться лучшим в своей сфере, это однозначно. То есть не надо вставать в ряд в один, надо становиться лучше. Всегда что-то улучшать, докручивать и так далее. То есть предприниматель не стоит на месте. Вот это основной, наверное, посыл, что улучшайте. Субтитры сделал DimaTorzok